Чё, на словах грозные, на деле жук навозный? Да, Ваня? Не хочешь историю слушать? Вы чё сыкуете-то, я не могу понять? Ну сейчас мы пойдём в тот особняк, где якобы должен жить какое-то привидение или какой-то маньяк. Дайте я историю вам расскажу для атмосферы посередине ночи, а? Сыкотно, да, значит? А я и так вам расскажу. Короче, слушайте. Выруби эту шарманку, шипит как не в себя. Стёпа. Да там уже переворачивать можно переворачивать, сессончики. Как-то раз в одном неизвестном городе жил-был парикмахер по имени Дядя Толик. И его прикол был в том, что он всех стриг под нолик. До поры до времени. Пожалуйста, перестань, я знаю эту историю. Не, Стёпа, эту историю ты точно не знаешь. Однажды в парикмахерскую к Дяде Толику пришла бабушка. Но бабушка оказалась не простая, а проклятая бабушка. Непонятно, чё с ней было, честно. Она, ну, колдунья какая-то местная. Её ещё в своём поколении мама научила. А маму прабабушка там через прапрапрабабушкину линию. Короче, колдунья проклятая была. Так вот, а Дядя Толик же всех стриг под нолик. Даже проклятую колдунью. Он взял и полностью, на лысо, как будто выпровожал её в армию. Прям вот под нолик взял и подстриг бабульку. Подчистую. Бабулька стала как сверкающий шар для боулинга. И как вы думаете, что сделала бабулька после этого с Дядей Толиком? Есть какие-то предположения, Ванчос? Она взяла и прокляла его до конца веков. И пообещала ему то, что он будет стричь людей даже после смерти. И знаете, что после этого произошло с Дядей Толиком? Дядя Толик перестал быть обычным парикмахером. И стал призрачным парикмахером. А после этого он скончался, ну, от старости. И после этого начал стричь людей уже после смерти. Ну, это по истории. Бабулька просто рассказала, что она его прокляла даже после смерти. Вот. С этого момента ночью я буду бояться за свои усики. Да, бойся. Дядя Толик, как Фредди Крюгер, ходит ночью по домам. И отстригает вот таким вот охранником их усики. Поэтому за свои усики надо переживать. Я за свои тоже после истории с Дядей Толиком начал переживать. Он и тебя подстриг? Ты же теперь лысый. А, нет, это не Дядя Толик. Это я просто подписчикам проспорил несколько серий назад. Там его в серии выживания с Катей. То, что если там что-то сделаю в каком-то там челлендже. То я постригусь на лысо. Да, я проиграл. Надо просто посмотреть тот ролик на моем канале, который вышел несколько дней назад. И чтобы узнать, почему я лысый. Пацаны, закругляемся. Давайте, потопали. Степа? Или как тебя тут зовут? Я не знаю. Как зовут этого? Степа. Реально. А слажа Степа зовут. Пошли, пацаны. А сейчас самое главное. Пуколки, которые дал нам батя Ванчоса. Калашик себе. Патрончики себе. Коктейль Молотова себе. Мелкий! Я тебе доверю оружие в этой серии, но ты поаккуратней, хорошо? Ты свою вот эту рогатку можешь засунуть Ванчосу куда-то вот туда. А в этой серии против... Да я пошутил! Мелкий, пошутил. Подойди. А в этой серии держи калашок. Ванчос, держи. Дробаш. А ты, Степа, я бы тебе дал пулемет, но я тебе боюсь доверять такое оружие. Тоже держи дробаш. Вот так. Я возьму гранатомет на всякий случай и С4 на всякий случай. А Степу привяжу вот сюда. Степа, охраняй наше место. Мы вернемся или не вернемся. Там уже как повезет. Давай. Я уже на самом деле даже забыл, как перезаряжаться, как стрелять с этого оружия. У всех все перезаряжено. Молодцы. А сейчас потопали. В далекий-далекий путь. Хоть я не знаю, как далеко нам топать к этому особняку. Надеюсь, что он вот где-то рядом. Пошли, пацаны. Поднимайтесь, давайте. Я знаю, что всем ссыкотно. Но нам нужно спасти Аленку. Мы только ради Аленки сюда пришли. Мелкий, ты в нее втюрился так же, как и Ванчос. Давайте со мной, что вы ссыкуете. Слушайте, мы сюда пришли, как мужики. Значит, мы должны расхлопывать это все, как мужики. Давайте, не выпендривайтесь. Пошли. А вам не кажется странным, прям очень странным, то, что дорога по пути в особняк освещена факелами? Значит, здесь кто-то частенько ходит. Вы сматривайтесь на всякий случай. В окна там, на втором этаже, на чердаке, на первом этаже. У меня аж Ёхан и Бабаш мурашки, похоже, пошли. Но, как бы, это не предвещает беды. Я надеюсь. Давайте, 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 давайте. Все за мной. Да все нормально, да, да, Степа, все будет нормально. Да стой ты на месте, да все будет. А, смотри, два щеночка в угол, да, зажались. Страшно стало. Пацаны, выходите, выходите, давайте, что, пересрались с одной молнией. Мелкий, давай, выходи. Да, быстро давайте, пошли. Степа, ты-то мужик старше, чем я даже. Давай, я должен бояться, не ты должен бояться. Главное, на готове держите калаши. Если маньяк появится, сразу же пуляйте. Вдруг он вообще в любую секунду где угодно может появиться. Ну все, мирно, все, спокойно, нет никакого маньяка. Давайте, мелкий, убери рогатку свою. Я тебе дал вот этот калаш, хватит по окнам стрелять. Вот, приветствие на коврике перед входом. Велком, заходите, добро пожаловать. Через окна, как я понимаю, не варианта. Не забаррикадированы, просто с двух сторон. Ни с одной стороны не пройти, ни с другой стороны не пройти. Не вижу, просто ни черта. Ладно, другого варианта у нас нет, как заходить через главный вход. Кто первый? Слушай, а может дверной звонок позвонить? Ты, наверное, никогда в этой жизни хоррор фильмов, да, не смотрел? А давайте мы сейчас на всю улицу еще заорем. Извините, а кто-то есть дома? Маньяк дома? Если да, то откройте нам дверь, пожалуйста. Откройте дверь. Вот маньяк, если дома, открой дверь. Никто не открывает. Прикинь, Степа. Нет, в этой жизни не все как в хоррор фильмах. Нужно взять... И самому все открыть. Стойте, здесь я проверю. Ну, слушайте, ничего так страшного нет. Просто света здесь нет. С правой стороны у нас паутина. С левой стороны у нас... Ну, че там, че там? Да тут просто... Свеча, просто свеча. Все. В черепе человека. Ну, или не человека. В черепе. Ну, я пойду тогда. Вам и без меня нормально. Вернись! Вернись! Кто Аленку спасать будет? Все, давайте. Главное, держитесь за мной. Ничего такого здесь страшного нет. Просто обычный дом. А можете необычный? Ну, мы сейчас выясним. Так. Ладно, давайте пока исследуем первый этаж. Главное, не задевайте здесь ничего. Хорошо? Я же сказал! Не задевайте здесь ничего! Давайте со мной. Со мной, со мной, со мной. Здесь у нас пианино. Здесь у нас арфа. А свет-то откуда исходит? Ага, вот. От этой байды, да, исходит? Здесь... Да я же сказал! Не задевайте, кто бутылку-то задел! Кто... Кто только что бутылку разбил? Вы же понимаете то, что нас слышно за километр? Ты, ты, ты задел бутылку, нет? Просто смотрите по сторонам, ищите, где может быть Аленка. Может, она... У нас за любым углом может находиться. Возможно, даже в холодильнике. Просто тихо! Тихо на шифте ходите и рассматривайте все, что здесь есть. Все все поняли? Тихо на шифте ходите и рассматривайте все, что здесь есть. Вот и молодцы! Ладно, пошли из этой проклятой кухни. Другое место. Выключи эту шарманку. Пошли. Сердечко-то начало чаще биться. В раз так 30. Так, давайте за мной, за мной, за мной, за... А вот и первая улика! Вот и первая улика! Ножики! Ножим! Ножим! Раз, два, три, четыре, пять, шесть! Ножи! Маньяк всегда ходит с ножами. Вот и первая улика. Так, пошли. Ё, я сейчас обосрался немножко из-за этого. А вот сюда лучше не заходить. В принципе, никому. И сюда лучше не смотреть! Никто, никто сюда не смотрите! Мелкий, выйди из комнаты! Степа, выйди из комнаты! Выйди, выйдите из комнаты! Сосиску убери свою из руки, ты людей пугаешь. Убери, Эра, сосиску! И выйдите из комнаты! Да это всё муляж, пацаны. Это 100% для Рождества. Скоро же праздники. Вот Хэллоуин уже как бы прошёл, да? Но реквизит остался. Это всё муляж, это всё ненастоящее. Даже вот этот запах, который прям очень сильно исходит из этого гроба, даже он ненастоящий. Это всё муляж! Это всё для праздников! Это всё для праздников! Пошли! Все давайте! Отсюда мы пойдём! Здесь ничего нет! Все это слышат? Ветер! Сквозняк! Все слышат сквозняк? А здесь он сильнее. Ладно, пошли. Может за этой стеной что-то есть. Только как туда попасть? Ладно. Ну, слушайте, я вам предлагаю на... На вот это... Стёпа, ты дурак! В смысле есть тут кто-то? Я же пошутил! Нафиг ты чё орёшь? Пришли вот с непонятным... Всё, давайте на второй этаж поднимаемся. На первом этаже ничего нет. Ой, ну слушайте. Да пофиг на эту Алёнку. Сколько девушек ещё в мире есть? Пошли, пацаны, отсюда. Значит, мы сюда пришли, чтобы спасти Алёнку. А вы ещё сгорите то, что Алёнка не последняя девушка на этой планете и горите... Так ты в неё втюрился, засранец! И ты в неё втюрился, второй засранец! А я нет. Так ты нет, потому что у тебя жена есть, Стёпа. Давайте пошли, вы чё ссыкуете? Как будто мне-то больше надо, чем вам. А вы подумали то, что даже если мы сейчас оставим эту Алёнку здесь, то как бы жертвы в городе не прекратятся. Маньяк продолжит делать то, что он делал. И через 2-3 дня в городе будет уже не 4 жертвы и одна пропавшая девочка, а уже намного больше. Давайте пошли. Давайте! Все за мной. Калаш достань. Мелкий калаш достань. Ваня, дробаш достань. Ой, главное сюда не упадите, а то вылезать будет сложно. Так. Здесь у нас... Ага, здесь у нас видно нашу кухню, да? Сверху. Здесь прохода нет. Так, давайте всё осмотрим. Здесь на самом деле не так уж и много проходов, как я думал. Давайте все сюда. Стёпа! Сюда! Не разделяйтесь, пожалуйста. И главное, не падайте вниз. Здесь очень много дыр. А, здесь видно вот эту комнату с реквизитами. Для Рождества. И больше здесь ничего нет. У всех всё нормально. Все смогут сегодня пройти этот дом до конца. Как настоящие мужики. Ты мелкий, я... Ну и Стёпа такой-си мужик, конечно, но всё же до конца. Осталась, походу, последняя комната, которая находится вот там за стеной. И как я вижу... Вот там кто-то есть. Ладно, пошли. Все сзади меня. Это гораздо легче, чем просмотр дома 2. Ну, с одной стороны, да. Всё, давайте, за мной. Ага. Тихо. Тихо. Здесь ничего. Тихо, Ваня, тихо. Мамочку в другой раз вспомнишь, Ваня. В другой раз. Он мёртв. Он мёртв. Остались сзади меня. Открытое небо. Давайте. Задним ходом. Задним ходом. Все, 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 все. Это мне напоминает какой-то отрывок из какого-то фильма. Только я надеюсь, что сейчас ничего плохого не произойдёт. Да, пацаны? Давайте все, 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 все назад. Походу, история с Маняком не так проста, как она казалась с самого начала. Всё, давайте. Всем пока. Я был рад со всеми познакомиться. Вот сейчас реально можно... Кто обосрался, руку вверх. Все, я тоже. Знаешь, это наш последний день. Давай выпьем. Стёпа, ты закодировался. Уже как месяц назад. Убери эту шарманку. Ну и всё будет хорошо. Ну или нет. Достаньте все возле меня на всякий случай. Достаньте, пожалуйста, калаши, дробаши вот по углам. Вдруг эта мумия или чучело египетское сейчас захочет нам что-то там нам привет какой-то передать. И окажется не слишком дружелюбным. Мать моя женщина, спасибо, что родила. Пацаны, зафаршируйте этого демона свинцом. Давайте. Пацаны, сматываем наши катушки отсюда домой. Пока эта фигня на нас случайным образом не дрыгнулась. До свидания. Молодой человек. Пацаны, давайте, давайте со мной, со мной, со мной. Суети, египетская сила. Давайте, давайте, давайте. Пока. Сделайте пластическую операцию перед Новым годом. Лови ещё один. КОКТЕЛЬ МОЛОТОВА! Так, пока коктейль Молотова га... Как ты туда шандарахнулся, Стёпа? Понятно, что упал. Вылезай давай оттуда. Может, это призрачный парикмахер дядя Толик? Которого прокляла... ...Ведьма-бабушка. Слушайте, пацаны, их мелкие. У тебя есть какие-то идеи? Куда? Где может быть, Алёнка? Мы исследовали уже всё, что здесь было. Каждую точку этого дома. Даже этого Франкенштейна, случайно, вот это нашли. Где может быть, Алёнка? Схвозняк. Ну, если отодвинуть эту колымагу... Проход. Мелкий, ты пролезешь туда? Попробуй. Маленького роста. Там кресло. Тыкни, 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 вот, вот. Если найдёшь какой-то способ, как сделать так, чтобы мы туда тоже пролезли, дай нам знать. На всякий случай, иногда осматривайтесь назад, вот просто вот туда. А то огонь может догореть и в самый лучший вариант. Чё там, чё-чё-чё-чё там мелкий? А? Заходите, 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 давайте. Только не кричи, Стёпа, где Алёнка? Тихо. Так, вот там свет. Сейчас, 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 я, сейчас я пройду, сейчас я пройду. Стой, стойте, стойте здесь. Алёнка! 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 Запирай свою вот эту куку и давай, сваливай отсюда! Держи! Давай, 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 давай! Выходите, 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 выходите! Мы нашли её. Всё, давайте, давайте, по одному, по одному выходите. Здравствуйте. А вот с вами мы давно не виделись. Мы умрём. Стёпа, тихо. Тихо, он к нам сюда никак не заберётся. Здесь два слоя баррикад. Стойте, все за мной следите, чтобы он через окно никак не проскочил. Всё, все, давайте, все. Да, Стёпа, я согласен, мы умрём. Земля на пуховик, Франкенштейн, как говорится. Держи, калаш, до свидания. Вот сейчас мы в дерьме. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...